Не можете? Не, ну работайте, пусть пустите. Стучаться в закрытые двери им не впервые. Это происходит каждый день на протяжении трех месяцев. Вот и сегодня рабочие пришли в торговый комплекс «Манеж» на демонтаж пристройки, что появилось несколько лет назад. По словам экспертов и юристов, помещение, предназначенное для парковки авто, возвели незаконно. По решению суда здание нужно демонтировать. Вот только сделать это строителям не дают. Нас запускает охрана «Манежа», которая говорит якобы, что это их собственность. Хотя это незаконное строение абсолютно. И мы не можем попасть. Рабочие у нас простаивает порядка 10 человек каждый день. Мы несем колоссальные убытки по этому поводу. Юрист Виктор Федоров за годы разбирательства накопил не одну пачку обращений, постановлений и жалоб. Говорит, что у строителей нет ни проекта здания, ни акта о сдаче в эксплуатацию. Находиться по соседству с помещением, по его словам, небезопасно. Кроме того, здание «Манежа» – памятник архитектуры. Вновь возведенное здание закрыло окна в квартирах людей. И плюс это здание было построено без каких-либо разрешительных документов. Мы боимся, что повторится трагедия, которая произошла не так давно. Например, в Казани была трагедия. Когда здание построили, произвели самовольную реконструкцию, и это привело к человеческим жертвам. А вот как выглядит соседний с «Манежем» двор. Недавно на глазах жителей и сотрудников местных кафе рухнула часть стены новой пристройки. Той самой, что владельцы «Манежа» возводили незаконно. Я думаю, что это из-за осадки грунта происходит. Потому что там отсутствует шпонтовая стена. Это уже доказано судебных экспертизами. Рядом судебных экспертиз. То есть, видимо, все-таки поэтому. Если вы сами возьмете раствор, который соединяет пеноблоки, он рассыпается в руках. По всей видимости, на мой взгляд, я считаю, что это нарушение технологии и раствора для укладки этих пеноблоков. Сейчас помочь решить вопрос со сносом пристройки могут судебные приставы. Но они бездействуют. Сегодня исполнители составили очередные документы и вынесли очередное предупреждение. А если с проблемой не справиться в Саратове, то ее обещают решать уже на федеральном уровне. Кристина Трушина, Олег Буланов, Алексей Чудин. Новости телеобъектив.